всем привет с вами однорукий борис и мы с вами продолжаем играть в игру diablo 2 lord of destruction проходим мы за варвара концентратора которого зовут хе-хе-бой не спрашивайте меня почему такое имя я выбрал просто выбрал имя которое у меня первое появилась в голове в голове у меня появилась появился мем с этим человеком который хе-хе-бой говорит ну и собственно да короче мы с вами базаре кураста у нас тут это два квеста один квест это у нас чё это у нас том лам и сына ищите шесть темп вас блин это храма 6 храмов в базаре курасти в верхнем курасти и красовые from for lam сентом короче кроссовой это дорога на кураст вот здесь у нас чё насколько я помню здесь у нас 2 2 вот этих вот храма вот этот вот один и в ней мы в него прям входим тут мне очень нравится как ступеньки вниз полетели так пауканы о знакомая тетеньки из первого акта да опущен мы конечно все шесть храмов это прикалываешься чё-то промахиваешься это вот это прикол конечно тупо тупо практически все промахи были так что там происходило а тут пауки происходили о слушайте мне повезло толк-то алкор ну как он выглядит прикольно слушайте ну блин я-то думал я-то думал у меня не сразу все найдется я-то думал что я похожу немножко по этим храмом ну так неинтересно варен так глаз и я это смысле почему не возьму возьму все вот так сейчас я только всего спасная ой у меня у эмилию меньше половины жизни как так продаем все продаем вот а вам и сына мы его можно продать не можем я помню что за вот этого вам и сына за книгу нам что-то хорошее дадут я на самом деле уже запоминал того что конкретно но мы сейчас это увидим тихо теньки депозит делаем депозит в ящик в свой ну-ка сейчас послушаем что он скажет ты нашел черную книгу она должна дать нам поздать о природе высшего зла ах но как ты хочешь может по книгу берет тень от урав опа вот эту фразу я че-то прослушал я ее перед 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 прослушаю потому что это единственная фраза которую я не помню за варваром так у вас то ты целых 5 давайте опять же все у меня прокачка простая все типа силу и ловкость под вещи все остальное в жизни так ну ка послушаем дзы класс вот этот звук колокола у меня всегда будет ассоциироваться с выполнением квеста так у тебя что есть смотрите практически 50 а тут 53 так 122 и 162 ну только вот чинимся что тут есть болты только лежат так тихо двигаем что он промахивается ты не понимаю какая-то гробница чья-то да да мне на самом деле надо наверно уже прокачивать алибарда ну потому что сейчас посмотрим next level вот этот атак атака то я не знаю могу быть не прав конечно но атак рейтинг это то как он попадает чем больше атак рейтинга значит тем больше попаданий по противнику да вот по крайней мере я всегда так думал вот есть и если это не так можете мне попасть видели вот вот эти вот ребята вот они прям тоже эффектно помирают вот вот эти вот ребята которые молнии жахари они еще помимо вот этих двух скиллов молнии плюс вот этого дождя ледянова они еще телепортируются ну по крайней мере должны но видать это пофиксили и теперь они не телепортируются блин это на самом деле скучно стало без без этого телепорта с телепортами они были немножко бесячие просто потому что когда ты их встречаешь ты думаешь блин опять за ними по всей карте бегать из-за телепорта этого на не интересно уже всякие такие вот пояса находить так красных не так уж и много ладно короче входим конечно с другой стороны зачем я сюда прихожу если я не была на сына уже нашел да но я уже говорил повторюсь что буду изучать вообще все что мне попадается на глаза о весь квартире стоит кстати вот эти вот ребята они да очень любят эти самые метеориты запускать и не помню говорил я или нет ну у некроманта есть короче такая одежа которую он надевает и становится похож на вот этого персонажа так здесь все вообще этих да господи опять слова забыл сегодня я еле еле вспоминаю слово temple как он как она переводится блин храм короче этих храмов всего шесть штук мы с вами только две штуки изучили вот тут конечно можно залезть вот сюда и вот сюда но этого я делась пока не буду потому что очень хочется нормально изучить следующую карту ну-ка подождите еще и там подобрал wars ворд военный меч похож похож на мечен гладиаторов как как мне кажется могу конечно ошибаться я знаете то в холодном оружии такой знаток в кавычках так вот на вход короче почему я решил пойти в следующую карту потому что вот в эту канализацию короче в небе вот в эту канализацию короче влезаешь вот которого у которой два входа и ты тут ходишь ходишь и вылезаешь вот следующей карте которые тут есть вот мне это не очень нравится мне прямо хочется войти нормально и изучить все тоже нормально какие то как мне нравится пятьдесят шестьдесят четыре так ну ка шестьсот тысячи прикольно ой тут какие то сильные да а нет это не сильно да просто другие ребята вот они уже лечат лечат своих союзников вот этих вот блин я на самом деле столько раз именно в эту карту входил из вот этих вот подземных туннелей что я что я совершенно забыл что вот здесь вот вход классный классный вот здесь вот я не совсем понимаешь что то за вода такая спиту можно короче и изучить изучим если он там будет очень крутой я его дам я его там моему эмилио сейчас подойте вот этих ребят добью экстра стронг сейчас зарубим на дрова так друган друган живи спасибо так вот по сути мы же начинаем с доков вот доки сами понимаете что это то что выходит в море или в океан короче той из чего можно уплыть вот и тут смотри все тоже фото то есть не понятно верхне кур астон она хотят другой стороны а всего логично то есть ли если вот этот верхне кур астон он хотел другой стороны а всего логично если у него есть доки а значит он ну логично что получается что он на воде на самом деле вот эти вот шамана они не особо не особо и сильная воды вот смотрите меня ударили и что у меня там вот сработал шансы 12 процентный электричество короче вот эти ребята они не особо опасны и потому что даже вот шаманы из первого акта которая там этих самых падших оживляют а вот эти ребята они просто теле и чат то есть они даже не оживляют никого осенью птицы сильные прилетели на тут короче можно не париться насчет этих шаманов даже так сейчас будем смотреть этот спит он 35 надо посмотреть так много чего у нас тут тут 52 ну-ка но не у меня у меня получше поэтому это тоже продаем а а так давай спускайся вот птицы только вот эти вот бесит и что они взлетают и летают летают что-то полчаса с одной стороны их поскорее долгануть хочется с другой стороны ну их нафиг пускай летают вообще вот эти персонажи они вот на мой взгляд одни из самых интересных здесь ну вот которых вот эти деревянные там кайфуют них и вот эти вот тоже интересненькие необычные так сказать вот они вот так идем дальше так они уже где-то там до я думал то отдельно помнят к такая типа с крышей вот нравится мне тут вообще изучать вообще все все вот эти детали не детали чтобы вообще вся карта была открыта это хорошо что во второй земле здесь карты они не такие уж и большие по сути не то что там в секреди например в секреди там это сама кажется просто огроменная и вот такие вот огроменные карта уже если их исследовать стоит очень сильно кумарит смотришь на такую карту думаю же блин не хочу распознавать ее такие возьму есть взял а еще один вход ладно потом сюда приду может быть если не забуду где где этот скелет лежал да ладно вы прикалываетесь ладно черт с вами просто тут вот это улучшение опыта ну даже не улучшение короче пока вот эту штуку горит я получаю больше опыта и не целесообразно сейчас бегать мне целеобразно бегать получать опыт нежели ходить продавать все давайте тогда уж вернусь тут я конечно тоже хожу можно сказать зря никого нет но по крайней мере есть шанс того что появится какой-нибудь этот самый враг я с него опыт получил хоть какой-то так вот еще один храм тут должен быть еще какой-то второй храм так это опять алтарь какой-то жертвоприношение как мне кажется потому что там в короне все столько тут еще здание строений о отличного и point все опыт у меня пропал ну что ж ну чуть-чуть значит набрал опыта так вот еще один храм стир типа вход ступени наверно до переводится тоже меня поправляйте вы что я вы поняли из англии англичан уважаемых всегда надо управлять так тут подождите тут какие какие-то ступени прям эпичная вот силу были были на пацанах когда у меня бонус к опыту был вот телепортировался слышишь значит они тут тоже телепортируются вот это класс я просто тут такая фигня что я вот сколько раз играл фигня у меня было прохождений ну когда я играл не не для записи ни один не телепортировался короче вот просто вот ни один и вот за сколько за очень много забегов в игре это вот один единственный раз только телепортнулся я вот поэтому вам рассказываю что что они тут типа мол не телепортируются а тут они оказываются телепортируются на просто ленится да так ну что ж давайте давайте все таки изучу два вот этих вот храма вот и я думаю что на этом я буду закругляться серии чтобы опять же она не была на час возьми одни из самых моих любимых против вот эти вот земли не знаю почему я пруд больше всех шорт спир что тут еще есть добрый день помните еще я в какой-то из серий прошлых забыл что-то сказать про квесты и похоже я только сейчас вспомнил ничего я хотел сказать и вот помню ну начнем с того что вот это вот вот этот квест про кламмы сына да я помню рассказывал что я ее его уточняю постоянно пропускал но не не но не специально вот вот так же про декарт кайна хотел вроде как рассказать я только вот недавно узнал что ну относительно недавно что декарт кайна можно не спасать а вот и тогда он появляется в следующий во втором аксе но начинает уже распознавать все за деньги вот и здесь у меня ну некий диссонанс слою вот потому что чисто вот я как человек который проходит конкретно игру ради сюжета вот для меня как бы важно вообще все подряд сюжетные квесты выполнять вот я прекрасно понимаю что но чисто не знаю не знаю почему не проходит этот квест вот ну как бы можно не проходить и ну и ладно тогда не проходит людей не проходит это пофигу вот но другое дело когда говорят что вообще не надо проходить этот квест можно и без него обойтись и так далее но с другой стороны вот как по мне рушится тогда все вот это вот сюжетная составляющая получается вот я как бы не знаю с чего все пошло ну такое ощущение что это типа чисто спер из бедра не сказать такая тема там же нужно как можно быстрее всю игру пройти и в таком случае на некоторые квесты можно пропускать то есть там же цель самый главный квест пройти ну и плюс еще вот эти вот квеста которая ну короче последние квесты в каждом этом самом в каждом акте добежать до до на дрель и например убить и на дрель и потом собрать посох для дури или потом вот здесь вот тоже собрать ну вот короче такие вот самые такие важные квеста которые влияют на продвижение игры пройти быстро вот но с другой стороны это чтобы неинтересно так и получается хотя спинтран они же разные бывают типа спинтран типа и не процент это типа неважно на сколько процентов ты прошел игру сколько костов прошел главное ты типа закрыл важные сюжетные квеста вот есть спинтрана типа стопроцентно это когда-то вообще все все делаю короче тоже можете в комментариях написать ваше мнение по этому поводу вот как вы вообще относитесь к такому вот просто есть некоторые люди которые которые говорят что проходить квест на декарт кайна вообще не надо то есть он все равно появится и ладно бы говорили при этом что не обязательно можно проходить и можно не проходить по желанию но некоторые люди они прям вот категорично говорят что нет не надо проходить вот этого я конкретно не понимаю вот ну и как вы вот к этому всему относитесь так мама чем мы уже посмотрели вообще все что мы тут хотели посмотреть в этой серии вот ну и давайте чтобы реально не затягивать я наверное все вот эти подземелья по прохожу уже следующий раз да как же этом вставал то вот нормально короче всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайк если вам понравилось подписывайтесь на канал вступать в группу вконтакте ссылка есть на нее на нее в описании но мы с вами увидимся в следующей серии это была игра diablo 2 с вами был однорукий борис всем удачи и всем пока и и